Девушки отдыхают Хочется, как я сейчас говорю, хочется, чтобы, как говорится, в родном городе, в родном доме был порядок. Первые победители конкурса про цирк получили призы, уже настраиваются на цирковое представление. Я буду веселиться и рад, что... Что цирк приехал. Это информационный канал «Город» в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Память о Юлии Масленниковой, погибших в авиакатастрофе в Египте, почтут в субботу в Барнауле. В Крайовой столице пройдет поминальный митинг, куда приглашают всех скорбящих о девушке. Митинг организуют друзья и знакомые Юлии Масленниковой. Он пройдет в 14 часов на Северо-Западной 35. Здесь девушка жила до отъезда в Санкт-Петербург. На митинг можно принести цветы, свечи и фотографии Юлии. Между тем, ближайших ее родственников, бабушки и дочери, не будет. Они остаются в Санкт-Петербурге. Родные Юлии ждут результатов генетической экспертизы, к которой только приступили специалисты. Этот процесс может занять более месяца. Сейчас с семьей и, главным образом, с дочерью Юлии, Вероникой, работают психологи. Я ей сказала, что она умерла, но НТВ показывала передачу, она это увидела. С ней была такая истерика, это, вы знаете, я думала, вообще придется вызывать скорую. Как она плакала, как она кричала. Мамин портрет прижала к себе. Мама, мамочка, возьми меня с собой. С кем из родственников Юлии останется ее семилетняя дочка, неясно. Прабабушка Людмила Шашкова, воспитавшая ее, опеку не оформит в силу возраста. Больше прав у Ольги Мельниковой, матери Юлии. А последнее известно, что она не так давно отбывала тюремный срок за убийство. Когда была объявлена о двухмиллионных выплатах семьям погибших, в интервью федеральному телеканалу она заявила, что планирует на полученные деньги купить коттедж. Сколько там денег будет, я просто-напросто хотела продать свою квартиру, добавить и взять коттедж. Говорят о том, что вы сильно выпиваете. Ну, бывает, я ничего не говорю. Анастасия Дороган, информационный канал «Город». Между тем, барнаульцы в ближайшее время не смогут улететь на Пхукет. Отмена прямых рейсов связана с уменьшением количества туристов, которые из-за падения курсов рубля не могут позволить себе отдых в жарких странах, пояснили в агентствах. Всего на этот тайский остров было два вылета в месяц из краевой столицы, и заполнение рейсов с желающими отдохнуть на Пхукете проходилось натяжкой. Отмена полетов вряд ли повлияет на стоимость путевок в другие страны, поскольку цены на туристические путевки сейчас и так не из дешевых. В то же время другие направления с вылетом из Барнаула, Вьетнама и тайский Бангкок пока продаются лучше, говорят турагенты, и предложение еще действует. Правда, из-за отмены прямых перелетов на Пхукет свои планы пришлось поменять 50-60 барнаульцам, у которых были куплены туры до февраля. Конечно, это доставило некоторые неудобства для наших туристов, но никто не пострадал. Очень многие пересели с вылетом из Новосибирска на Пхукет, а кто-то поменял Пхукет на Вьетнам и полетел из Барнаула. И, в общем-то, все улетели в том же бюджете, в котором планировали заранее. Специалисты называют эту меру временной до тех пор, пока поток путешественников не увеличится. Как только спрос на заграничный отдых повысится, вероятно, направление Барнаула-Пхукет возобновят. Однако это произойдет не в этом году. Лучше бы с Барнаулу, но мы отнеслись к этому с пониманием, и настроение нам не испортило это. И полетим с Новосибирска. В ближайшую среду, 18 ноября, стекает срок подачи заявлений от желающих побороться за пост главы администрации Барнаула. Фактически осталось лишь три дня, но документы в конкурсную комиссию подал только депутат Краевого законодательного собрания от ЛДПР Андрей Щукин. Сегодня кандидатуры обещали обнародовать «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Но, как сообщили нам представители партии, имена потенциальных сети-менеджеров Барнаула назовут, скорее всего, в понедельник. «Единороссы» говорят, что до сих пор продолжаются консультации по поводу кандидатуры. А значит, возможно, человек еще не определен. «Справедливая Россия» объявит своего претендента только когда комиссия примет документы. КПРФ, напомним, от участия отказались. Отметили, чтобы конкурс состоялся, необходима регистрация как минимум двух человек. Конкурсная комиссия изучит резюме всех кандидатов 20 ноября на очередном собрании. Через месяц, 22 декабря, состоится собеседование с претендентами. Число квот на искусственное оплодотворение для жительниц Алтайского края увеличится вдвое. В следующем году пройти процедуру бесплатно смогут 1200 женщин. Сейчас в очереди. На это стоит 1500 пар. О мерах, которые предпринимаются для повышения рождаемости в регионе, сегодня говорили на Совете Краевой Администрации по демографической политике. Подробности у Маруси Загорски. У этого малыша еще и имени-то нет. Он родился несколько минут назад. Рядом с ним мама и папа. После капитального ремонта в Барнаульском роддоме номер 2 все родильные залы индивидуальные, рассчитанные на одну пациентку. Современная система родовоспоможения, конечно, является перинатальной. Она нацелена на сохранение жизни и здоровья матери. И, конечно, принцип каждой женщины – здорового ребенка. Полтора года назад в старейшем роддоме Краевой столицы провели масштабную реконструкцию. Строители укрепили несущие конструкции, сменили коммуникации и пол. Вместо 30-летней вентиляции в здании появился климат-контроль. Врачи, конечно, в первую очередь заботятся о здоровье пациентов. Но и их комфорт теперь дело не последнее. За что вот большое им спасибо. За их тимплоту, внимание. За то, что все у нас хорошо. То, что мы здоровы – это заслуга, конечно, докторов. Четыре года назад в этом роддоме появилось специальное отделение, которое выхаживает недоношенных детей. Если в советское время малышей, родившихся в свесом меньше килограмма, даже не регистрировали, то сейчас врачи борются за жизнь крошечных младенцев, которые появились на свет за 3-4 месяца до срока. И побеждают. За последние, наверное, года два, ну, до года два точно, дети, которые родились у нас меньше килограмма, ни один на нашем этапе не умер. В Крае есть несколько основных направлений по улучшению демографии. Кроме модернизации системы родовспоможений, ведется профилактика абортов. А для бесплодных пар предусмотрены квоты на искусственное оплодотворение, причем бесплатные. Их число растет. В 2014-м в Крае сделали около 300 эко. Квота на 2016 год – уже 1200 таких операций. Устойчивый и положительный эффект в нашем регионе дает социальная поддержка семей с детьми, особенно многодетных. О результативности таких мер говорит то, что доля третьих и последующих детей в числе родившихся продолжает увеличиваться. Как было сказано на совещании, показатели рождаемости в Крае достигли максимума за 20-летний период. Власти отметили, что такой высокий уровень был обеспечен в том числе и за счет материнского капитала. Но теперь задача сделать приоритетными и другие нематериальные стимулы. Маруся Загорская, Александр Морозов, информационный канал «Город». Усилить ответственность за неоплату газа, света и воды потребовал президент России Владимир Путин. Совсем скоро пеня за просрочку платежей существенно возрастет. Так в стране планируют бороться с неплательщиками. В Барнауле ситуация по-прежнему сложная. Должникам пишут, звонят и если это не действует, приходят на дом. Вместе с судебными приставами накануне в гости к неплательщикам пошел и Илья Кочетков. Для одних это время начало отдыха после трудового дня. Для других, напротив, самый разгар трудовых свершений. Сегодня судебные приставы совместно с представителями управляющей компании и администрации ЖД района обходят квартиры тех, кто задолжал за коммунальные услуги. Владельцы этой квартиры в доме на Рылеево, например, в общей сложности должны около 150 тысяч рублей. Почему у нас такие долги? Можно за коммунальные услуги, чтобы обижали в больнице. Три миллиона рублей задолжали лишь одной управляющей компанией жители ЖД района. В основном сумма складывается из долгов вот таких неплательщиков. У всех причины разные, но итог один у должника пять дней на то, чтобы выплатить сумму. После того, как данный срок истек, то мы выносим постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности, но не менее тысячи рублей. Тем более, что есть риск остаться и без домашней утвари. Приставы производят опись имущества и если ее стоимость превышает 30 тысяч рублей, изымают. Если меньше, описывают, но продать, скажем, шкаф или телевизор уже нельзя. Хотя многие боятся даже не этого, говорят, перед соседями стыдно. А порой бывает и такое. В квартире оказался жилец-съемщик, который ни сном, ни духом. Но все равно выйти на владельца квартиры – дело пара минут. Что? Как тут праздник? Да, улуд. Именно, что проблем-то много. Такие рейды проходят еженедельно. Так что, если у вас накопились долги, подумайте, что лучше оставить их копиться дальше и вот так однажды вечером познакомиться с приставами или же вовремя оплатить и жить спокойно. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Пятница, 13-е и вечер накануне стали несчастливыми сразу для нескольких барнаульцев. Самое резонансное происшествие произошло на улице Привокзальной. Поздно вечером загорелось заброшенное здание. Тушить огонь приехали 15 пожарных и несколько единиц техники. Однако небольшая постройка выгорела полностью. На месте происшествия были обнаружены два мужских тела. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку, устанавливают личности неизвестных. Без ЧП не обошлось и на дороге. Накануне вечером на улице Никитина водитель врезался в дерево, бросил авто и скрылся с места аварии. Пострадали пассажиры, ребенок трех лет и два молодых человека. Ведется розыск нарушителя. А сегодня утром на пересечении Комсомольского и Союза Республик иномарка сбила 8-летнюю девочку. С травмами школьницу доставили в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку. Добровольная народная дружина Барнаула отметила пятилетие с момента возрождения. Напомним, институт добровольных организаций, оказывающих помощь правоохранительным органам в охране общественного порядка, в нашей стране был создан в начале 60-х. Но с развалом Союза прекратил свое существование. Одними из первых ДНД возродили в краевой столице. Наш корреспондент пообщался с дружинниками, а также побывал на юбилейном мероприятии. Синие курточки дружинника все чаще можно встретить на улицах города. Армия народных стражей порядка в Барнауле только растет. В одном индустриальном районе их 160. Пятеро сегодня вместе с участковым обходили частный сектор. В городе активизировались телефонные мошенники. И надо предупредить об опасности. И особенно людей пожилого возраста. Осторожно, мошенники. А-а-а, за это молодцы. По хвалу дружинники слышат часто. Люди отдают должное добровольцам за то, что те, отложив личные дела, занимаются общественными. Ходят в рейды с полицейскими, пресекают правонарушения, помогают раскрыть преступления. Одно из них было выявлено буквально на днях. Бдительность проявил Сергей Безнутров. Выявлена закладка наркотических средств. С Татьяной Ивановной Поповой мы вместе сработали, вызвали участкового. То есть на месте человек был задержан. 447 преступлений в этом году помогли раскрыть дружинники краевой столицы. Внушительную цифру на мероприятии, посвященном пятилетию дружины, озвучил начальник городской полиции Александр Добровольский. Представляете, сколько преступлений помогли члену ДНД раскрыть нам. Выявлено 4152 административных правонарушений. Проверено по месту жительства вместе с участковыми порядка 5000 человек. Это лица, которые стояли у нас и стоят на всевозможных учетах. За успехи в охране общественного порядка лучшие добровольцы города в этот день получили грамоты и благодарственные письма от различных силовых ведомств. Особой награду достоился Владимир Злобин, самый возрастной дружинник краевого центра. В ноябре разменял восьмой десяток. Вступили в дружину. Хочется, как я сейчас говорил, хочется, чтобы, как говорится, в родном городе, в родном доме был порядок. Поэтому хоть капелька, если зависит какая-то от меня, я хочу, значит, внести этот вклад. Наверняка с такими мыслями решил стать дружинником и Станислав Шличихин. Удостоверение добровольца студенту второго курса вручили прямо в зале. Оно стало тысячным по счету. На достигнутом числе народная дружина останавливаться не собирается. В планах организации также создание единого штаба с тренажерным залом, метод-кабинетом и музеем дружины. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город». А мы продолжим. Сегодня свой приз получил победитель первого дня нашего конкурса про цирк Дмитрий Орлов. Именно он первым ответил на вопрос, был ли в Барнауле цирк и где он располагался. В редакцию Дмитрий пришел со своим маленьким сыном Сашей, который очень обрадовался призу билетом на цирковое представление. Оказалось, в цирке Саша уже бывал вместе со старшей сестрой и теперь не скрывает своей радости. Я буду веселиться и рад, что... Что цирк приехал? А. А теперь прозвучит очередной вопрос нашего конкурса про цирк. Первый правильно ответивший получит приз. Два пригласительных на цирковое представление. Ответы присылайте на адрес нашей электронной почты. citynewssobakal.ru Не забывайте указывать номер вашего телефона. Итак, вопрос. Как называется папка с мягкой овальной подушечкой на конце, которой клоуны в старину дубасили друг друга по голове? Напоминаю, ответы присылайте на адрес нашей электронной почты citynewssobakal.ru Впереди очередной выпуск программы «Оккультуриваемся». Передаю слово моим коллегам. Сегодня пятница. Это значит, что я, Елена Кузовкина, и мой коллега Кирилл Политов подготовили для вас очередную порцию культурных новостей Барнаула. В нашем распоряжении буквально пять минут. И начнем, пожалуй, с театра. Елена, мы с тобой часто рассказываем о жизни профессиональных коллективов. А что ты думаешь о народных театрах? Ты знаешь, мне кажется, что они имеют полное право на существование. Ведь в народных театрах находят отдушину люди совершенно разных возрастов и профессий. Я бы, например, с удовольствием стала участницей такой труппы. Да, Лена, у тебя есть уникальная возможность в нее попасть. Находится народный театр в Новоалтайске при культурном центре «Современник». Руководит театром. В прошлом известный актер мускомедии Александр Лопатюк. Он рассказал о своем детище, которому буквально на этой неделе исполнился год. В репертуаре пока у нас один однахтный спектакль, который состоит из трех рассказов Аркадия Аверченко. У нас премьера состоялась 31 октября. Мы собираемся повторить 28 ноября этот же спектакль. Но я собираюсь привлечь профессиональных художников. Я хочу, чтобы оформление спектакля было не просто ярким и красочным, а чтобы несло какую-то смысловую нагрузку. Выставочный бум случился на этой неделе. Новая экспозиция открылась в художественном музее и в Туриной горе. Но расскажем мы о той, что начала свою работу в галерее Республика ИЗО. Здесь творчество сразу четырех авторов. Один из них – фотограф Александр Волобуев. Его виртуальное путешествие к мечте мы доверили оценить ученикам одной из барнаульских школ. Ребята, как профессиональные журналисты, берут интервью, комментируют происходящее и демонстрируют умение работать с камерой. Вот слово нашей подрастающей смене. Эта картина мне понравилась, потому что тут показано. Ты лежишь на траве в лесу, и тут ты берешь камеру в руки и ждешь, ждешь, пока прилетит птица красиво. И ты берешь и снимаешь. Александр Волобуев изобразил Василия Шукшина высоко над городом, над деревней, как будто над всем миром. Мне очень нравится эта картина. Она нежная такая, и свиристели, и нечасто увидишь в городе. Кирилл, а ты знаешь, что у нас в Барнауле появилось еще одно выставочное пространство, где обещают регулярно радовать зрителей новыми экспозициями. Здорово, Лена. А где она находится и как называется? Называется Нагорная, расположена в здании на Аванесова, 30. Мы уже рассказывали, что в 1885 году по инициативе барнаульского просветителя и общественного деятеля Василия Штильки здесь была школа. А в 80-х годах уже нового столетия в этих залах располагалась художественная студия. Правда, сколько она просуществовала, наши современники не помнят. Известный живописец Пергильдыширов решил ее возродить. Хозяйка здания предоставила все помещение, а это более 200 квадратов, совершенно бесплатно. И вот уже освоили выставочное пространство, и это еще не предел. Напомним, новая галерея Нагорная, расположенная по адресу Аванесова, 30. Мост в космос. Лена, а что ты сейчас читаешь на досуге? Ты знаешь, я перечитываю романы Бориса Акунина. Почему ты интересуешься? Ну вот просто теперь у всех желающих есть уникальная возможность познакомиться с фондами президентской библиотеки. Алтайский край стал 39-м по счету регионом, который присоединился ко всероссийскому проекту. Президентская библиотека полностью цифровая, она содержит более 400 тысяч копий всевозможных изданий. Кроме того, в фонде находится 45 миллионов сканов важнейших документов, касающихся истории русской государственности. Алтайский филиал библиотеки начал работу на базе краевой шишковки. А теперь о жизни музыкальной. Рок во благо. Барнаульские исполнители Глеб Пикалов и Александр Волокитин затеяли благотворительный проект. Ребята подключили друзей и коллег по цеху. Собранные средства передали малышам из онкогематологического отделения детской краевой больницы. Доверили открыть двухчасовой сет коллективу АМФ. Ребятам уже не впервые участвовать в подобных концертах. Настроение на таких выступлениях в помощь детям говорят всегда особенное. Следом вышел на сцену лидер группы «Территория-22» Владимир Мулов, он же Сват. Музыканты исполнили мечту маленького Вадима Спирина. Подарили ему радиоуправляемого робота. Но все же главное вдохновили пришедших на добрые дела. Напоминаем, что в нашей редакции начал работу свободный микрофон. Если вы пишете стихи, поете или играете на музыкальных инструментах, делитесь своим творчеством с нашими зрителями. И прямо сейчас еще одно выступление артиста из «Народа». Давайте посмотрим. Просыпалочка. Кто мне лежит ушко на моей подушке? Это братик солнца заглянул в оконце. Просыпайся, он щекочет. Разбудить меня он хочет. Лучик, сонно говорю. Дай немного подремлю. Лена, я знаю, что на этих выходных ты собираешься посетить сразу несколько мероприятий культурных. Давай, рассказывай, каких. С удовольствием. Фестиваль актуального научного кино начал работу в Барнауле. Площадкой для показа лент выступило культурное пространство «Соль». Завтра зрители увидят чувственную математику. В роли эксперта преподаватель кафедры математического анализа классического университета Вадим Дронов. Вход свободный. 15 ноября состоится еще один благотворительный концерт. Он будет посвящен Всемирному дню памяти жертв ДТП. Этой акции организаторы хотят привлечь внимание общественности к проблемам травматизма и смертности на дорогах. Место встречи – Дворец культуры Сибы Наргамаш. Время начала – 15 часов. На этом мы с вами прощаемся. Не забывайте окультуриваться вместе с нами. Ведь если мы мыслим о культуре, это уже значит, мы мыслим и о красоте, и о книге, как о создании прекрасном Николай Рерих. До встречи. Пока. А на ТНТ с 16 ноября стартует конкурс «Как я смотрю сериал девчонки». Сделайте креативное фото на тему «Как и где?» и «С кем я смотрю сериал девчонки». Загрузите фото в альбом конкурса в группе ТНТ Барнаул ВКонтакте. И если оно станет самым классным, получите брендированные призы от ТНТ. Каждую неделю будет объявлен один победитель. Фото победителя появится в эфире ТНТ, а также в группе ТНТ Барнаул ВКонтакте. Заслуженное признание Международный день качества. Компания «Маловит», давно известная о своей продукции, в очередной раз подтвердила высокий статус на ежегодной церемонии вручения премии конкурса «Лучший алтайский товар 2015 года». «Маловит» здоровью щит – живой, самонастраивающийся уникальный продукт, впитавший душу и целебную силу алтайской природы. Уже больше 20 лет он помогает людям во всем мире быть здоровыми и счастливыми. В этом году компания стала лауреатом конкурса «Лучший товар года», получила дипломы и медали. Особого внимания удостоилась новинка – ополаскиватель для полости рта «Маловит Орал», а также гигиеническое средство «Маловит». «Я благодарен людям, которые организовали это очередное, 18-е уже представление людей творческих, активных в Алтайском крае, которые продвигают свои товары. Несмотря ни на какие кризисы, они работают и получают достижения высокие. И народу товар этот нравится. Я думаю, что и наш товар очень, так сказать, не залеживается на полочках и несет здоровье людям». Прогноз погоды на ближайшие выходные. Начало следующей недели через пару минут. С ним вас познакомит Александр Люцигер, начальник Краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. А пока о спорте. 11 миллионов дополнительно просят хоккеисты клуба «Алтай» на содержание команды. Соответствующее обращение уже направлено в Краевое законодательное собрание. Просим вас при принятии решения о бюджете на 2016 год учесть увеличение расходов на содержание хоккейной команды «Алтай» в связи с подорожанием транспортных расходов, увеличением стоимости хоккейного инвентаря и экипировки, увеличением стоимости проживания и питания спортсменов. В своем обращении команда просит участие расхода на подготовку Дворца зрелища спорта к соревнованиям высшей хоккейной лиги. Таким образом, спортсмены просят увеличить свой бюджет с 39 миллионов в год до 50. Депутаты КЗС уже отреагировали на письмо. Как пояснила председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильиченко, удовлетворить просьбу вряд ли получится. Бюджет на следующий год и так предполагает немало расходов. А материальные поддержки ждут также пловцы, баскетболисты и гимнасты. Однако депутат Андрей Щукин с коллегой по комитету не согласен, но намерен поднимать этот вопрос на ближайших заседаниях. Увеличат ли финансирование клуба, станет известно 17 декабря, когда бюджет примут в окончательном чтении. Добрый вечер. В студии Александр Люцегер с оценкой погодной ситуации, с прогнозом на предстоящие выходные, а также начало следующей недели. Хотя первые декады ноября и оказалось теплее нормы на 2,5 градуса, но установившийся на территории юго-западной Сибири арктический антицеплон обеспечит на выходные, да и в течение первой половины рабочей недели, достаточно холодную и преимущественно без осадков погоды. Так в субботу в Барнауле ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью –15-17, днем –4-6 градусов. В воскресенье переменная облачность, в конце ночи в начале дня невозможен небольшой снег. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью –14-16, днем –5-7 градусов. В понедельник ожидается заток очередной порции холодного арктического воздуха. Будет наблюдаться небольшая облачность и без осадков. Ветер северо-восточный слабый, температура воздуха в ночные часы минус 18-20, днем минус 7-9 градусов. Во вторник малооблачный и без осадков. Ветер северо-восточный слабый, температура воздуха ночью минус 20-22, днем минус 9-11 градусов. Пик холода придется на среду. При ясной погоде и слабом северо-восточном ветре температура воздуха опустится ночью до минус 21-23 градусов, а днем до минус 10-12. Во второй половине рабочей недели южный циклон обеспечит ослабление морозной погоды. Ожидаются снегопады, ночные температуры минус 12-14, а днем потеплеет до минус 2-4 градусов. Берегите себя, одевайтесь по погоде и хороших всем выходных! Субтитры создавал DimaTorzok